Начало сентября ознаменуется не только началом учебного года. Нижегородцев, как и всех россиян, ожидают сразу несколько изменений в различных сферах. Вращается получение российского гражданства для украинцев. Если раньше гражданам незалежной нужно было подавать заявку от ополномоченных органов Украины, то теперь достаточно предоставить заявление об отказе от украинского гражданства и заверить этот документ нотариально. Также с сентября ликвидируется интернатура. Это последипломная практика студентов медицинских вузов длиной в год. Ординатура остается, но модифицируется. По самым сложным специальностям, таким как сердечно-сосудистые хирургии, например, сделать ординатуру 5 лет, но разбить ее на модули. То есть ты учишься не все 5 лет, осваиваешь отдельные модули, которые могут длиться 2 месяца, 3 месяца, полгода, год. Освоил, аккредитовался и можешь работать по этому направлению деятельности. Пример такой. Мы учим на хирурга. Хирург чего? Кисти, кардиохирург всего тела. Будет абсолютно четко сегментированная система подготовки врачей. Таким образом, будущий врач может пройти ординатуру по одному или нескольким профилям. Если доктор аккредитован только на проведение операции сердца, то он не сможет проводить операции, допустим, на брюшной полости. Еще одни изменения коснутся студентов с начала месяца. Им повысят стипендии почти на 6%. А вот с конца сентября стартуют обновленные правила пожарной безопасности. Так, рекламные транспаранты и баннеры на фасадах зданий должны выполняться только из негорючих и трудногорючих материалов. Места и порядок разведения костров, сжигания сухой травы на территориях общего пользования в поселениях должны быть определены органами местного самоуправления. На иных землях поселений не допускается разводить костры на расстоянии ближе 50 метров от зданий. Увеличено в 10 раз до 1 километра расстояние до зданий, до лесных массивов, при котором можно будет запускать так называемые небесные фонарики. Также с 25 сентября начинают действовать правила, которые порадуют автомобилистов. Отныне потерпевший сможет обращаться в страховую для выплат или направлений на ремонт, если в ДТП участвовало три и больше авто. Раньше это правило действовало только на две машины.